Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас, значит, тушеные котлеты с картошкой. Я это блюдо очень люблю, особенно в приготовлении моей мамы. Готовили мы и снимали для нашего канала iCook, поэтому ссылка будет в инфобоксе, если вы тоже хотите приготовить подобное блюдо. Смотрите рецепт. Также приготовила здесь соленые огурчики, просто пар идет, хотя вам его совершенно не видно, но я думаю, что вы мне поверите на слово. Прям тает во рту картошка. Мы поспорили с мамой, мама говорит, что я не смогу это все съесть. Я считаю, что я смогу. Мама говорит, что это порция на трех человек. Вот все, что мы приготовили, это вот все. Ммм, как же вкусно. Приготовила себе сок персиковый от Вита. Вообще, я думаю, что пока зима, нужно снимать как можно больше видео. Потому что летом я это делать не смогу. Летом у меня вообще аппетита не бывает практически. Я всегда зимой полнею, набираю кило. А потом летом сбрасываю. В последнее время мне прям вдохновение. Во-первых, мне жрать хочется, извиняюсь за выражение. Я постоянно ем. Я сижу, монтирую, кушаю конфеты. Сейчас вам покажу. Вот эти конфеты, они просто, просто бомба. Они называются тофи. Очень вкусные конфеты. Недавно тетя принесла эти конфеты, наверное, килограммчик. И этот килограммчик уже за два дня я уже съела. Ну, вкусно, что поделать. Монтирую я, снимаю я. Гости приходят, ну надо же с ними посидеть. А ну, надо же. Просто вот картошка, она тает во рту. Картошка даже вкуснее этих вот котлеток. А еще я обожаю вот такие маленькие огурчики. Именно маленькие. Кстати, насчет вот этого кольца. Я снимала влог, когда его покупала. И после этого мне иногда, кстати, задают вопросы в комментариях, что почему ты его не носишь. У меня вообще 5-6 золотых колечек. Но ношу я всегда вот это вот. Не знаю почему. Дело не в том, что оно мне нравится больше других. Больше всего мне нравится вот это кольцо последнее, которое я купила. Если вы постоянно смотрите мой канал, то вы его видели во влоге. И в следующий раз, когда я буду себе что-то покупать из золота, я обязательно буду снимать, между какими моделями я метаюсь. Я ступила реально, решила там не снимать. Просто потому, чтобы мои зрители не подумали, что это реклама. И это кольцо мне досталось бесплатно. Потом в комментариях меня очень хорошо поддержали зрители. И сказали, что ты что, глупости несешь? Даже если это реклама, и что здесь такого? Потом я подумала, если я не буду оставлять ссылки, если не буду говорить, в какой именно центр я пошла. Никто меня не будет в этом обвинять. Как же вкусно, ребята. Это просто пушка. Это просто бомба. В общем, хочу себе купить золотые серьги. Такие, знаете, маленькие. Но чтобы в них было очень много грамма. Конечно, из лимонного золота. Нет, я съем. Сто процентов съем. Не супер голодная, но это немного. Под последним видео одна девушка мне задала вопрос и рассказала свою историю, что ее парень, ее младше на 6 лет, так как я тоже младше своего парня, но всего лишь на год. На год год я считаю, что это немного. Это почти ровесники. Вот. И она попросила развить вот эту тему. Вот есть среди моих подписчиков у кого, например, парень младше. Или, например, может, парень меня смотрит и его девушка старше него. Я считаю, что здесь нету ничего постыдного или плохого. А это нормально. Я один раз над своим парнем прикольнулась такая. Мы с ним уже начали общаться где-то, наверное, месяц. И я над ним такая прикалываюсь, говорю, знаешь, я тебе давно хочу кое-что сказать. И он такой, что именно. Я такая говорю, вообще-то мне 30. И он такой немножечко в шоке сначала. Я вам поверила, если честно. Я тебе старше говорю, что будем делать. Я ему сказала, ничего. Что поделать? Уже поздно что-то делать. Мне было настолько приятно. Так вот, я считаю, что есть мужчины, которые и в 30 лет соображают как 17-летние парни, а есть мужчины, которые и в 20 лет соображают как уже взрослый человек, уже сформировавшийся и так далее. То есть все это индивидуально. Если разница в возрасте есть, ничего страшного в этом нет. Все боятся, что вдруг потом он найдет себе лучше и бросит. Алла Пугачева и Галкин. Ну что, не пример разный. И все, знаете, так осуждают Галкина, что типа вот, что-то в ней нашел и так далее. А я считаю, что если люди счастливы, это круто. И не надо лезть. Красота. Как же вкусно, ребята. Как это вкусно. Кстати, я вам всегда говорю, что если вы хотите задать мне интересный вопрос, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там в истории я ставлю пост. И вот когда вы задаете там вопрос, я делаю скрин всех этих вопросов, а потом в течение где-то месяца отвечаю на эти вопросы. Первый вопрос задает Фатима. Расскажи какую-нибудь смешную историю с братом. Вот я просто вспомнила насчет возраста. Моему брату очень нравилась учительница. Учительница по-английскому. Он, знаете, такой хулиган был в школе, да. Очень она ему нравилась, и он как-то подкатывал к ней. Цветочки дарил. Ходил чуть ли не на цыпочках перед ней. Даже кто-то там пытался шуметь во время урока. Он всех успокаивал. В общем, пытался как-то ее беречь. Беречь ее нервы. Ей было где-то около 25 лет. Она недавно прям университет закончила, пришла работать к нам. Была не замужем, но то ли ей просто было забавно то, что мой брат за ней там ухаживает и все такое. Но мне кажется, у нее никогда к нему чувств-то особо-то и не было. Господи, у меня прям помада стерлась. Я похожа на идиотку. Я вот всегда говорила, что мой брат он такой, знаете, грубый сам по себе. И вот к этой учительнице он относился с такой любовью, с таким трепетом. Я просто посмотрела на своего брата и увидела там абсолютно другого человека. Действительно, любовь настоящая. Она существует. И она все-таки меняет людей в лучшую сторону. Пусть ничего не получилось. Как-то, знаете, учительница не хотела переходить эту грань. Хотя между ними разница-то была, наверное, лет... А нет, много. Лет 8. Но она выглядела очень молодо. И мне кажется, он влюбился в нее как раз таки потому, что она была учительницей. Я помню, что эта учительница мне ставила хорошие оценки, потому что я его сестра. Следующий вопрос. Сними видео с чипсами острыми, не забивай. Были ли здесь серьезные проблемы со здоровьем? Серьезных прям проблем каких-то никогда не было. Но у меня всю жизнь есть проблема со зрением, которую надо решать. Но я как-то никак не соберусь. А так, чтобы прям конкретные какие-то серьезные заболевания не было. Слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу. Потому что самое фиговое это когда ты болеешь. Ненавижу я это состояние вот когда болеешь. Ты ничего неохота делать. Вот ты просто лежишь. Мой день обязательно должен проходить с пользой для меня. Если день прошел, я ничего не успела за этот день. Насколько бы он интересно не прошел, для меня это неудачный день. Иногда, когда я думаю, может быть, будет такое время в старости, например. Когда я буду вынуждена просить помощь у, например, своих внуков. И буду беспомощно просто лежать на кровати, болеть месяцами. Мне очень не хочется такой смерти. Я прям боюсь такого конца. Следующий. Знаете, резко, что я захотела? Я захотела наггетсы и мак-чикен. Пойду куплю. Следующий вопрос. Списывала ли ты в школе? Как вы думаете? Да. Списывала. Но не все предметы. Например, математику списывали у меня. Русский язык всегда я списывала у кого-то. У меня всегда были грамматические ошибки на всех языках. Я считаю, это самый большой мой минус. Мне не дается. Вот языки для меня всегда были очень сложны. Сложны. Да. Математика, физика просто на ура у меня всегда была. По физике, по математике твердая пятерочка. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь для меня безумно приятная. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Ика Эмили. Всем пока.